Исправная крыша всему голова. Ремонт кровли – часть плановых работ, которые завершены на станции обезжелезивания воды в Наро-Фаминском округе. Под этой крышей целый комплекс подготовки питьевой воды, которая собирается из семи водосборных узлов артезианских шахт, самые дальние из которых находятся в трех километрах отсюда. Вода поступает через эти две трубы и тут же находится еще один из узлов, который был недавно заменен. Речь о поворотных заслонках. Вот для примера деталь, которая отслужила свой срок. Первое и самое главное, что происходит с сырой водой – она проходит через эти колонны, фильтры тяжелой загрузки. Здесь заложено почти 20 тонн кварцевого песка и щебня. Здесь, собственно, и идет обезжелезивание. Три колонны – это одна автономная линия очистки. На станции их четыре это и позволяет делать ремонты, не прерывая водоснабжение. Мы, не останавливая станцию без железования, выключая, например, технологическую линию, какую мы вырабатываем, и идет процесс дальнейший. Например, первая, вторая, третья линия. Самая важная и дорогостоящая часть ремонта – замена двух сетевых насосов, мощных отечественных агрегатов, которые забрасывают воду в резервуары питьевой воды, откуда уже и идет снабжение потребителей. Вся работа по ремонту заняла около полутора месяцев. Жилищно-коммунальная служба номер четыре филиала ФГБУ ЦЖКУ по Московскому военному округу выполняет техническое обслуживание, текущий ремонт собственными силами объектов казарменно-жилищного фонда, теплового хозяйства, водоканализационного хозяйства, воинских частей. На сегодняшний день все работы, запланированные по текущему ремонту, проводятся в полном объеме и в срок. Эта станция выдает ежедневно 10 тысяч кубометров чистой воды и обеспечивает почти 17 тысяч человек в Нар-Аф-Аминском округе. Работы, которые требуют и профессионально подготовленные кадры, и материальные вложения, проводятся силами самого Министерства обороны России. Жилищно-коммунальная структура внутри ведомства позволяет автономно поддерживать быт военнослужащих и их семей на должном уровне. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.